Пожалуйста. Добрый день. Слышно меня? Все в порядке? Да, да, слышно. Да, но я бы хотела поблагодарить в первую очередь организаторов и, конечно же, аудиторию за возможность выступить здесь перед вами. Наверное, немножко... Так, секундочку. Поправлюсь, что презентация моя... Так, прошу прощения. Да. Что доклад мой, наверное, может быть, сфокусирован не совсем на инфраструктуре, может быть, название не совсем правильно сейчас отражает его реальное содержание, а на логистике удобрений, на тенденциях, которые мы там наблюдаем. И так получилось, что в последнее время я довелась участвовать в некоторых проектах, связанных с логистикой удобрений, и это несколько изменило мое представление о ней, об этой логистике, и частично я с вами поделюсь какими-то своими вот этими открытиями. И для тех, кто нас еще не знает, морстротехнология – это инжинированная компания, которая проектирует морскую портовую инфраструктуру, терминалы сухопутные тоже. Ну и, естественно, мы стараемся следить за рынком, смотреть, что на нем происходит, какие проекты возникают, какие тенденции. Вот, собственно, частично результат работы будет перед вами. Так. Ну, первый момент, такой дисклеймер, да, заключается в том, что нет какого-то единого источника, авторитетного, истинных последней инстанции, которая бы помогла нам описать логистику удобрений, этот рынок, потому что у нас отдельно портовая статистика, отдельно таможенная, железнодорожная и так далее. А некоторые вещи, они вообще существуют не в статистике, а исключительно в памяти головах участников рынка и нигде никак не фиксируются. Поэтому то, что я вам буду сегодня показывать и рассказывать во многом, это, конечно, результат нашей оценки на основанной на сопоставлении самых разных данных, разговоров с участниками рынка, где-то экспертных оценок. Ну, то есть, если вы увидите, что какие-то, может быть, объемы, тенденции здесь отсутствуют, я буду рада услышать ваше мнение, что следовало бы сюда добавить. Ну, и приятно начинать рассказ об удобрениях вот с этого слайда, где мы видим, что экспорт удобрений за оси растет, и, как показывает выступление предыдущее, наверное, и будет продолжать расти, потому что спрос есть, а, соответственно, нам нужна будет и портовая инфраструктура. Вообще роль морского транспорта в экспорте удобрений в последнее время растет. Она и так была довольно высокой, но в последние пять лет я в своем вот этом выступлении, когда буду говорить о динамике, о сравнениях, я говорю о последних пяти годах в основном. И за это время у нас сократилась в экспорте доля отгрузок по сухопутным маршрутам, и происходит это в основном за счет того, что для нас закрывается украинский рынок. Но при этом остаются такие традиционные сухопутные маршруты, как экспорт страны СНГ, частично европейский экспорт так идет, это Польша, Прибалтика. Ну и, конечно, важное направление – это Китай, преимущественно это хлорид калия, объемы такие неравномерные, но в течение последних лет они колебались вокруг одного миллиона тонн в год. И вот по данным, допустим, за шесть месяцев этого года довольно большая положительная динамика на этом направлении есть. Если смотреть регионально, то почти 80% всего морского экспорта сосредоточены на Балтике. На самом деле заставляет немного задуматься, потому что, как не хороша Балтика, но все-таки очень многие направления экспорта, рынки сбыта, они тяготеют, в общем-то, к южному бассейну. Но на южном бассейне у нас прироста, перевалки нет, даже есть некоторые сокращения, которые связаны с тем, что и так немногочисленный транзит через Украину, он практически обнулился. А в России новых мощностей пока не появилось. Все приросты, которые у нас есть, они практически все у нас на Балтике. Я имею в виду прирост, перевалки. Здесь речь идет как о российских портах, так и нероссийских суммарно. Ну и в отраслевых всяких источниках транспортных, я не знаю, как в удобренческих, но в транспортных активно идет дискуссия о переориентации грузопотоков через транзита, через порты Прибалтики, в российские порты. И, конечно, в этом направлении некоторые подвижки есть, но только не в том, что касается удобрений. Потому что здесь ситуация последние пять лет сохраняется довольно стабильной. Около трети объемов морского экспорта идет транзитом через Прибалтику, Украину, Финляндию. Хотя в структуре самого транзита есть некоторые изменения. Но в первую очередь украинский транзит сошел на нет. Но и основной объем идет у нас сухие удобрения через Прибалтику. Как видим, эти объемы не растут, но они и не падают. Как-то импортозамещение не происходит пока. Что касается экспорта жидких удобрений через порты Прибалтики, то они очень даже заметно растут. Это прежде всего КАС производства АКРО. И понятная ситуация, потому что в России мощностей для экспорта перевалки, кроме как на юге, больше нигде нет. Но и довольно большие объемы сухих удобрений идут в направлении порта КОТКА, в Финляндии. Довольно-таки выросли объемы чуть ли не меньше, чем в два раза за пять лет, но все-таки. Тут разные грузоотправители, но можно обратить внимание, что в том числе Тольятти Азот и СДС, которые, насколько мне известно, собственными портовыми мощностями не обладают действующими. То есть они нашли для себя такой выход. Но первая вообще ассоциация, когда мы говорим порт и удобрения, это, конечно, специализированный навалочный терминал. Это действительно так, потому что большая часть удобрения, она идет на экспорт именно таким образом. Но, тем не менее, в последние годы логистика становится все более разнообразной. Есть такие сегменты, как отправка удобрений в контейнерах, причем здесь мы говорим не о железнодорожной перевозке в контейнерах, а о отправке морским транспортом в контейнере, то есть до клиента уже груз идет в контейнере. И есть отгрузки удобрений в таре, прежде всего биг-беги, но также могут быть мешки. И мы видим, что доля этих сегментов, их объем, он растет за последние пять лет. В прошлом году суммарно вот эти альтернативные, так сказать, способы отгрузки, это было 12% от морского экспорта, то есть это уже вполне такой весомый, ощутимый сегмент. И по темпам роста, конечно, они опережают навал очень заметно. Ну и отгрузка удобрений в контейнерах растет очень выраженно. Здесь на данном графике вы видите, вот красная полосочка в столбиках, это отгрузки сухопутным транспортом, сухопутными маршрутами без участия портов, и они очень незначительны синим. Это отгрузки в контейнерах, когда загрузка контейнера производится непосредственно на производстве. И мы видим, что тоже объемы не очень велики, но вот в самом крайнем столбике за 20-й год, за первые 6 месяцев, виден очень заметный рост. И, возможно, это уже звоночек к тому, что есть тенденция к переходу на другой формат работы. Вот я сейчас дальше об этом скажу. Основной прирост вообще по данной схеме, основной прирост экспорта контейнерных удобрений через морские порты происходит за счет затарки удобрений в сухих портах Санкт-Петербурга. То есть удобрения поступают в хопперах или реже могут поступать в таре. На сухопутный терминал там загружается в контейнер, и контейнер чаще всего автотранспортом идет в порт, и там уже на суда контейнерных линий грузится. В меньшей степени, в меньшем объеме подобная схема работает и в порту Новороссийск. То есть два крупнейших центра, где у нас контейнерные перевозки развиты. Крупнейшие контейнерные порты в стране. То есть производители удобрений выбрали для себя пока что вот эту схему именно с затаркой в сухих портах. Но предприятия лесной промышленности, целезобумажные, которые на путь к контейнеризации встали несколько раньше, у них другой опыт и другая модель работы. Тоже в основном через порт Санкт-Петербург, очень большие объемы идут, но продукция затаривается преимущественно на предприятиях, уже в контейнерах идет по железной дороге и отгружается на экспорт. А сухие порты используются в совсем другой функции. Они играют роль ДП порожных контейнеров, подсылают порожняк для затарки его на предприятиях. И вот такая схема, она имеет, конечно, преимущественно и с точки зрения сохранности груза, и с точки зрения железнодорожной перевозки, и в части тарифа, и в части использования подвижного состава. Поэтому можно ожидать, что производители удобрений, наверное, в ближайшем каком-то будущем, ну, по крайней мере, рассмотрят данную схему, возможно, кто-то будет по ней работать. Ну, нельзя не сказать о важном факторе, который может повлиять вообще на развитие контейнерных отгрузок, удобрений. Это дефицит порожняка. Здесь у нас два таких фактора в одном. Первое, конечно, это то, что мы еще до сих пор не достигли по объему импорта контейнеризированных грузов до кризисного периода, да, вот этого вот 13-го или 14-го года. То есть до сих пор у нас объемы этих меньше. А как это происходило, да? То есть мы исторически принимали импорт, товары в импорте в контейнерах, они поступали в Россию, товары выгружались, поступали там потребителям, контейнеры высвобождались, и до 15-го года чаще всего отправлялись порожнями обратно на экспорт из России. Но после 15-го года ситуация начала кардинально меняться. Стал расти контейнерный экспорт, и вот эти вот контейнеры стали использоваться для того, чтобы загружать в них экспорт. И, как мы видим в статистике, доля груженного экспорта постоянно и уверенно растет. При этом появилось такое явление, которое до этого почти не существовало – это импорт порожних контейнеров. Соответственно, и участники рынка тоже упоминают вот об этой проблеме в дефиците порожняка, но вот кто-то столкнулся с этим раньше, так называемый фактор Сибура, когда крупное предприятие начало работать и отгружать продукцию свою в контейнерах, возник дефицит сороковок. Что касается удобрений, то здесь, поскольку этот груз тяжелый достаточно, то его лучше привозить в двадцатках, в двадцатифутовых контейнерах. А двадцатифутовых контейнеров, в принципе, меньше в потоке. Не помню сейчас точно цифры, может быть, 20%, то есть их заметно меньше. И производители удобрений в этом сегменте будут за контейнеры конкурировать с металлургами, у которых тоже тяжелая продукция, и используются двадцатки. Ну и, конечно, текущий фактор именно двадцатого года, когда сократились поставки товаров из Китая, уже многие экспортеры упоминают, что столкнулись с проблемой именно дефицита порожняка. Так, ну и что касается сегмента удобрений в таре, то тары – это прежде всего биг-беги, хотя могут быть и мешки. Лидером здесь вот по этой перевалке является Большой порт Санкт-Петербург, основные объемы, также Находка и Новороссийск. В целом сегмент уже больше миллиона тонн, то есть это тоже такие довольно весомые объемы. И преимущественно это селитра. Причем в Находке только селитра, а в Санкт-Петербурге там восемь-сто процентов – это селитра в разные годы, а в Новороссийске немножко более разнообразный ассортимент. Ну и переходя, собственно, к более такому традиционному способу отгрузки удобрений на экспорт, потому что, да, эти сегменты все растут, они важны и значимы, но, конечно, основной объем пойдет через навалочные терминалы специализированные. Здесь ситуацию, на мой взгляд, можно охарактеризовать как уравнение со многими неизвестными. Но вот одна из этих неизвестных становится потихоньку более известной. Это терминал Ультрамар, который в Уст-Луге сейчас строится, находится уже в довольно высокой стадии готовности и заявляется о возможности начала работы уже в ноябре этого года, в следующем году выход на полную мощность. Так или иначе, это уже совершенно близкая перспектива. В первую очередь оценивается 12 миллионов тонн, на полное развитие около 17. На данном терминале планируется масштабное строительство складов, по официальным их источникам 600-700 тысяч тонн примерно, и в том числе подгрузы класса опасности 5.1. Ну, что под этим подразумевается? По всей видимости, селитра. И тут, конечно, встают вопросы, потому что купольные склады вместимостью 25 тысяч тонн под селитру по действующему законодательству, требованиям, это не очень понятно, как может быть реализовано, потому что существует ограничение на вместимость отсека склада селитры 5 тысяч тонн. Рассчитывать на спецтехусловия, особенно в текущем контексте после произошедшего взрыва селитры, довольно сложно, то есть есть некоторая неопределенность, но если это будет реализовано, то, конечно, вся логистика селитры может существенно претерпеть изменения, в частности, и объемы в порту Санкт-Петербург, и объемы, которые идут через Новороссийск, все это может развернуться. Но также терминал позволяет принимать крупные суда, эти две, там, до 120 тысяч тонн, это именно по удобрениям, то есть в случае вообще востребованности такого сервиса возможно делать комбинированные отгрузки разных удобрений, может быть, разных отправителей на крупных судах, что, возможно, даст экономию на фракте существенную. Ну и что касается остальной части уравнения, то, да, для нас это в какой-то мере действительно уравнение с неизвестными, можно отметить, наверное, четыре проекта, которые, на наш взгляд, находятся в наиболее активной фазе, ну, Ультрамар, понятно, о нем говорила, терминал Еврахим-услуги, он получил все необходимые заключения, Гологос-экспертизы, все необходимые документацию и ведется работа. Вот терминал в Мурманске, Тулома, компания «Имфотек Балтика», мне бы хотелось сказать про него пару слов отдельно, потому что интересный проект, сейчас ведется проектирование, терминал имеет, он спроектирован так, что имеет резервы для расширения в случае необходимости, и вот с одной стороны Мурманск – это такая нишевая история, потому что вот работать из Мурманска на Европу не очень удобно, на многие другие направления тоже. Если посмотреть на действующий терминал в Мурманске, то он грузит практически только максимальные суда, которые может обслуживать. Мелкий флот не работает, то есть на Европу, по всей видимости, не возит. Но при этом Мурманск может, например, новый терминал в Мурманске, вот этот «Имфотековский», он сможет отгружать крупные партии суда, где-то там до 80 тысяч тонн, например, на восточном направлении, летом через Арктику на азиатские рынки. И это вот с учетом того развития «Севморпути», который сейчас идет, и повышенного внимания к нему, это может, конечно, стать довольно весомым бонусом в данном терминале. Ну и четвертый проект, который хотелось бы отметить, это терминал компании «Атека». И здесь для нас тоже некоторая неизвестность, потому что, с одной стороны, компания себя зарекомендовала, что они могут реализовывать такие проекты. Готовность терминала на валочных грузах очень высокая. Но при этом никакого посыла рынку в открытых источниках вообще нет, что вот мы вот сейчас запустимся. Хотя вчера вот публикации в одной мимоходом было упомянуто, что в 2021 году терминал начнет работать. Поэтому, к сожалению, тут однозначные картины дать не могу. Но если они такое решение примут и захотят, то я думаю, что запуск в ближайшее время вполне возможен. Ну и подводя некоторые итоги данному выступлению, хотелось бы пару слов сказать о технологии, за которой мы давно наблюдаем, желаем ей успеха, и которая находится в каком-то смысле на стыке того, о чем я говорила, балка контейнеров. Это контейнер с нижней выгрузкой компании Котта. И здесь в эволюции данной технологии произошла некоторая эволюция. Если изначально акцент был сделан на возможности эффективной выгрузки удобрений из контейнера в порту, и действительно были достигнуты высокие показатели при тестовых отгрузках, там возможность грузить даже Панамар в своем должном темпе. Но со временем с новым витком эволюции был сделан акцент на эффективность железнодорожных перевозок. И последняя версия этого контейнера, пятая на данный момент, она имеет более высокую грузоподъемность, 37 тонн. Соответственно, на платформе грузоподъемностью 82 тонны контейнерной могут стоять два контейнера, суммарная грузоподъемность 74 тонн, то есть, соответственно, больше, чем большинство хопперов средних, 70 тонн. И, соответственно, эффективность достигается уже за счет грузоподъемности. И второй момент, который можно отметить, это эффективность работы парка, поезда за счет того, что сокращается время начально-конечных операций. То есть мы разделяем процесс высыпания груза из контейнера в тром судна, то есть погрузки на судно, и процесс выгрузки на ЖД-путях. И, соответственно, у нас сокращается время операции на железнодорожном грузовом фронте и оборачиваемость вагона растет, что выгодно как крузоотправителю, так и к железной дороге. Ну и еще одна маленькая фишечка, что в соответствии с последними разработками планируется внести такие конструктивные решения, которые позволят данные контейнеры выгружать не только куда-то в трех судна, не только в терминалы, которые работают подобно вот смарт-балку, но и на станцию днищевую выгрузку, то есть обычные наши терминалы, специализированные навалочные. Таким образом, это как бы такой вот универсальность этим достигается, и мы таким образом объединяем два таких сегмента, о которых я сегодня рассказала, контейнерный, навалочный, вот, и будем дальше смотреть за развитием данной технологии. Благодарю вас за внимание. На этом хотела бы закончить свое выступление. Ольга, спасибо большое. Аплодисменты вам.